Лесо-парковая зона. Здесь, на заснеженных просторах, человек в форме и с жезлом. Картина непривычная. Это не сотрудник ГИБДД, а инспектор технодзора. Мужчину на черном снегоходе останавливают для проверки документов и самого мотосредства. Здравствуйте. Гост технодзора операции «Снегоход», главный специалист Юткин Ильич Николаевич. Документы могу видеть на снегоход? Конечно, да. Свидетельство о регистрации, свидетельство прохождения технического осмотра. Ваше удостоверение, тракторист и машинист. Здравствуйте. За рулем новенького снегохода тот, кто с правилами эксплуатации такой техники, знаком не понаслышке. У Игоря все с собой. Права категории А1, свидетельство о регистрации транспортного средства и пройденный техосмотр. Как положено, согласно закону, в течение 10 дней поставил на учет, зарегистрировал, получил номер. Аппарат новый, соответственно, дали мне талончик технического осмотра. У меня имеется удостоверение на право управления данным видом транспортного средства. Все по закону сделал, как положено, через спокойную душу. Инспектор встретил на улице, проверил, все нормально. Впрочем, по закону ездят не все, как говорят инспекторы. Иногда встречаются владельцы внедорожных мотосредств, которые не прошли все необходимые процедуры оформления документов. Кто-то принципиально не хочет, кто-то говорит, не знал, а кто-то просто забыл. Владелец этого снегохода оказался добропорядочным гражданином. Сам он не смог приехать на техосмотр. Попросил друга. Приехал пройти техосмотр товарищ, попросил, оформил на меня доверенность. Приехал, предоставил технику. Техосмотр проходит недолго. Буквально приехал и в течение получаса все прошло. Операция «Снегоход» стартовалась 10 февраля. За это время проверено более 10 внедорожных мототранспортных средств. Всего в настоящий момент в Губкинской городской инспекции зарегистрировано более 260 снегоходов. Большинство из них в частном владении. В последнее время снегоход все больше превращается в средства для активного отдыха. Главное, говорят представители гостехнадзора, не забывать о безопасности. При выезде на данной технике человек должен быть в шлеме, иметь комплект запасных частей для снегохода, шансовый инструмент, запасное топливо для снегохода, быть аккуратным при проезде по ледовым покрытиям и по глубокому снегу. Потому что под глубоким снегом у нас всегда имеются какие-то препятствия в виде бревен, либо поваленных деревьев, либо пеньков. Отправляясь кататься, помните, тот, кто управляет снегоходом, должен иметь удостоверение тракториста. Сама техника должна быть исправна, зарегистрирована и осмотрена. А еще главное, советуют инспекторы, не лихачить беречь свою жизнь и жизнь тех, кто рядом.